Всем привет, с вами Игорь опять. И сегодня мы будем делать обзор вот таких вот вентиляторов канальных. Я их купил два. Сначала сделаем обзорчик. Вот они. Два абсолютно идентичных, одинаковых вентилятора канальных. А потом я расскажу, почему я решил ставить именно два вентилятора. Там несколько есть таких довольно весомых причин. Итак, вентилятор. Сейчас я прочитаю его характеристики. Домовент 125, ну это диаметр вот этот 125 канальный. 220-240, 16 Вт он тянет мощности. Надо, кстати, проверить через ваттметр, правда ли. 50 Гц, 188 метров кубических в час. 108, вот тут его характеристики, кому интересно. Вот такой вот вентилятор. Ну, я его разбирал, снимается вот эта вот крыльчатка. Здесь обычный асинхронный двигатель. И больше там, под этой крышкой подключение. Вот провод там вот так вот. Один я подключил. Сейчас включу, покажу, как он работает. Вот здесь вот просовывается, здесь есть отверстие, просовывается провод. Чтобы он потом не мешал тут надевать гофру. Или что тут, ну у меня гофра будет. Вот тут две клеммки такие, и туда два проводка идут внутрь. Там обычный асинхронный двигатель, без щеток всяких. И даже, по-моему, без подшипников. Ну там, вроде как бы они есть, но, по-моему, это втулки. По-моему, это не подшипники. Но если кому интересно, могу в следующем видео разобрать, показать, что там у него внутри. Ну там, стоит такой вентилятор, я брал за 200, по-моему, 30 что-то гривен. 200, это самый дешевый, что был. Там были еще такие похожие, очень похожие, такого же размера, все. Но он почему-то уже 700 гривен, я не понимаю. Может, ну что там подшипники за 700 гривен, ну, кто ее знает. Вот, вот это от него такая коробочка. Ну тут информации немного больше. Ага, вот, 0,1 ампер, 2400 оборотов он выдает. Почему-то не 2800, почему-то 2400, или это с нагрузкой 2400, я не знаю. 38 децибел через 3 метра. Это, я так понимаю, шум. Вот, его тоже характеристики. Кому интересно. Можете почитать. Вот, как он у меня будет монтироваться? Монтироваться он будет очень просто. Вот у меня гофра. Это 130-я гофра. И он как раз сюда вот входит. О, вот так вот раз. Все, готовый. Тут хомутик какой-нибудь будет. Или проволокой просто обтяну, еще не знаю. И с этой стороны тоже гофра наденется. Вот. Это 130-я алюминиевая гофра. Вентилятор 125. Так, сейчас мы ее включим и посмотрим, как он будет дуть. Вот он сейчас работает. Ну, я вам скажу. Шумит он так прилично. Ну, я за это не переживаю, потому что он будет стоять на чердаке, не в доме. В доме мне они не нужны. На чердаке, то есть тут будут в доме только будут воздуховоды. На чердаке, на фронтоне будет стоять сам коллектор. Поэтому мне очень удобно поставить их на чердаке. Я думаю, что с чердака по воздуховодам шум не будет проходить. Ну, может, какой-то там и будет немного, но так сильно не будет. Дует он, я вам скажу, очень даже прилично. Очень даже прилично он дует. Вот. Вот, чтобы показать, если цветок. Вот так вот он будет. Вот. Вот, так вот он работает, так вот он дует. Ну, я вам скажу, довольно нормально он работает. Это вам не какой-то там вентилятор, кулер от компьютера. Кулер от компьютера так дуть не будет. Вот. Ну, есть немного вибраций у него. Чуть-чуть так чувствуется рукой, что, наверное, что-то где-то не отцентрировано. Вот это вот само рабочее колесо и не отбалансировано. Ну, чуть-чуть так чувствуется, что есть немного вибрации. Вот так вот он работает. Вот этот вентилятор. О, ладненько, будем выключать его. Моторчик тут не будет, я думаю, греться. А, кстати, еще в инструкции написано, что он может работать в температурном режиме до 45 градусов. Где-то там я читал, уже сейчас не найду, где. От нуля, это его режим, до плюс 45. Ну, я думаю, что я не буду доводить температуру коллектора до плюс 45. Позже я объясню, почему. Итак, вот я выписал тут три таких преимущества. Почему вот именно я два вентилятора буду ставить. Первое. Это ненадежность самого вентилятора. То есть вентилятор это самая ненадежная часть будет моего коллектора. Потому что больше там ломаться-то нечему. Вот вентилятор, да, вентилятор я в нем не очень на него рассчитываю. Потому что там мотор, это электрический прибор электрический. Вот, там может даже свет пропасть. И они остановятся, начнется перегрев. Ну, вот перегрев от такого момента, что пропадание света. Я уже там насмотрелся. Кстати, тоже в ютубе про коллектора. Там, когда пропадает свет, у некоторых там начинает что-то плавиться. Вот, там еще какие-то проблемы возникают. Ну, вот этого мне, конечно, не надо. И у меня есть такая идея одна. Как избежать вот этого вот при пропадании света. Чтобы там не начало что-нибудь течь или плавиться в этом коллекторе. Вот, там есть идейка у меня, но об этом позже. Еще дойдем до нее. Первое. Так как они ненадежные вентиляторы, то я их два решил поставить. И если один выйдет из строя, там поломается, что-то с ним случится, то второй будет работать. То есть, система будет функционировать, пускай даже с одним вентилятором, и там не будет никакого перегрева. Ну, такого быть не может, чтобы два вентилятора вышли одновременно в строя. Я думаю, такого не может быть. Он должен один какой-то поломаться, а второй все равно будет работать. Так, это первая причина, почему я ставлю два. Вторая. Если поставить один вентилятор, ну, там, например, на вход или на выход коллектора, то он будет создавать в коллекторе или давление, или разрежение. Ну, если мы ставим на вход коллектора, то там будет повышенное давление, если на выход будет разрежение. То есть, поликарбонат будет или надуваться, или втягиваться. Я это тоже видел в коллекторах, и стараюсь вот такие вот ошибки в своем коллекторе не повторять. И, соответственно, если там будут какие-то разгерметизации, ну, там со временем рамка, она деревянная, все-таки рассохнется, или что-то там станется с ней, появятся какие-то щели, то при давлении у нас будет утечка теплого воздуха с коллектора, а при разрежении будет подсос наружного воздуха. Когда мы поставим два вентилятора, то у нас, как бы, получается внутри коллектора ноль давления. Ну, что один будет высасывать, второй будет нагнетать. О, получается, там не будет ни избыточного давления, ни разрежения. Даже если у нас поликарбонат не будет надуваться, или втягиваться, соответственно. Вот, и даже если когда-нибудь появятся какие-то щели в коллекторе, то потери теплого воздуха или подсос там из этого наружного будут минимальны, минимальны, потому что я опять же говорю, что в коллекторе будет нулевое, ну, там почти, может быть, в каких-то местах чуть-чуть отличаться будет, но оно там должно быть нулевое, так как будет стоять два вентилятора на входе и на выходе. И не будут компенсировать один другой по давлению. Так, это вторая причина. Третья, ну, самое главное, это высокий КПД коллектора. Ну, что два вентилятора, я рассчитываю, что, ну, им будет просто, во-первых, качать несложно, ну, что один будет помогать второму. И я рассчитываю ими удержать температуру в пределах до 30 градусов. Почему это важно? Потому что, вот, многие там показывают коллектора у себя на каналах, и вот, о, у меня 50 градусов коллектора, а у меня 60, а у кого-то там 70, 80 градусов. Это не показатель эффективности коллектора. Это наоборот, показатель низкого КПД коллектора. Почему? Потому что разница внутри коллектора, воздуха внутри коллектора, и наружного воздуха, то есть атмосферного, уличного, очень-очень велика. Из-за этого огромные потери, теплопотери самого коллектора. Ну, например, если у нас в коллекторе плюс 60, например, и стоит на улице солнечная погода с морозцом таким, ну, минус 10, пускай возьмем, да, то есть разница наружного воздуха и внутри коллектора 70 градусов. 70 градусов, представьте себе только. Это какие теплопотери будут коллектора при такой разнице? Это как его не утепляй, там он все равно будет терять, даже через мой супер поликарбонат утепленный, четырехкамерный, через рамку, через пенопласт, он все равно будет терять огромное количество тепла. А дом, даже вот взять дом, обычный дом, там стены кирпичные, он утепленный, все. И то там разница температур наружного и внутреннего воздуха, ну, пускай в доме плюс 20, на улице там минус 10, всего 30 градусов разницы. Но при такой температуре дом надо опаливать нормально, потому что теплопотери большие. При такой разнице, это всего 30 градусов. А если сделать, например, коллектор, и там будет разница 70 градусов, то представьте, какие там будут теплопотери. Поэтому эту разницу надо как можно меньше сократить, как можно меньше. То есть идеальный вариант был бы температура в коллекторе удерживать в пределах таких температур, ну, не намного больше внутренней температуры дома. Внутренней. Ну, меньше не получится. Если, например, у нас в доме 20 градусов, то идеальный вариант было бы где-то, чтобы в коллекторе удерживать в пределах 22, 23, 24, 25 градусов. Вот максимум 25. Это был бы идеальный вариант. Минимальные теплопотери, максимальный КПД при этом. Вот. Поэтому я ставлю два таких вот вентилятора. Ну, я так думаю, что они довольно мощные сравнительно. Чтобы удержать вот эту температуру в таких вот пределах, ну, хотя бы до 30, хотя бы, может быть, даже до 25 у меня не получится, но хотя бы до 30 градусов удержать, чтобы она выше не росла. Таким образом, я уже объяснил это, да, у меня будет при этом максимальный КПД. Хотя в идеале лучше, так где-то до 25, 25, 26 это был бы идеальный вариант. Ну, не знаю, получится ли. Коллектор уже почти готов, там осталось только реечку по краях. Ну, кто не видел там предыдущие видео, можете посмотреть. Я оставлю ссылку на плейлист, наверное, в описании на солнечный коллектор, который я сейчас делаю. Можете смотреть там все серии. Вот, реечку я еще прикручу, прижимающую поликарбонат. И уже, наверное, на следующей неделе, в следующем видео, будем его пробовать тестировать. Если все будет нормально, будет время, будем тестировать, да. Вентиляторы у меня будут включаться вот таким вот контроллером. Вот, это китайский термоконтроллер. Я его проверял, он рабочий, вот у него датчик такой есть. Ну, датчик, я думаю, удлинить, потому что мне не хватает. Сам контроллер, я думаю, в доме поставить, а вот это надо вывести аж в коллектор. То есть на чердак и туда завести. Это придется удлинить этот датчик. Вот, и что мне еще не понравилось в этом контроллере, что тут только 3 градуса уже установка, типа гистерезис, плюс-минус 3 градуса. Вот это мне не понравилось, что нельзя выставлять. Или я еще в нем не разобрался, не знаю. Если кто-то имел дело с этими терморегуляторами, то подскажите, как тут гистерезис выставляется, разницу температур там. Наверное, еще я в нем не разобрался. Вот, ну вот такие вот вентиляторы у меня будет. Кажется, все я про них рассказал. Если что-то не рассказал, забыл, то пишите в комментариях, спрашивайте, что может непонятно было. Вот, все. Всем до следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok